всем привет еще раз 8 октября пивная пятиминутка и угадайте кто илья так ну смотрите какая тут история вообще наверное стопуду в даю никто не пробовал этого и не видел потому что это наша пермская пивоварня новопермский пивовар ну просто решил зайти так вот выглядит да я понимаю вам будет не интересен этот выпуск потому что они как мне продавец сказал уже не продают не производят продают остатки ладно можете тогда перематывать если вам интересно как там пивное меню на неделю если я но не интересно можете вырубать видос зачем себя мучить правильно в чем фишка новоперской пивоварни они закрылись еще где-то в четырнадцатом году у меня есть куча этикеток в коллекции этой пивоварни вот и у них остался один магазинчик на героях хасана пермики знают где это улица находится и там они продают оборудование для пивоварения и сырье вот там собственно я для себя и закупался у них на новоперском пивоваре то есть сохранили они название но чисто продавали не пиво а продавали вот свое да даже а продавали вот пивное все вот этого дела там и пробки и закупорка и бутылочка чё хочешь короче той покупай и пивоварни и солод хмель разные и наборы сразу же идут солодовый которые покупал из них варил чтобы ну так удобнее я говорю вот у меня 50 литров пивоварня на у меня этот автоматическую полуавтоматическую я купил до пивоварню мне вот на 50 литров он говорит вот есть готовый мешок там солод внутри еще хмель все вот это вот стиль жигулевская там стиль какой темная стиль там без разницы там я у них закупался и знаю что пивоварня то не работала а тут продавец говорит ну вот они три года мы варили оказывается еще это вот нынче то есть это последняя там варка три года они варили нынче где варили то вы же закрылись еб твою мать как вы варили то я ничего не понимаю вот что творились что-то это и опять причем этикетки у них совсем другие были то есть кто хочет может загуглить не такие очень длинные этикетки были не вот это вот то есть все очень обновилась я вообще охренел от того что они оказывают пиво и варили они 6 стилей около 6 стилей мне последний вот этот достался темная к сожалению остальное я не успел купить потому что кого-то хуя неизвестно откуда они вдруг начали варить и вдруг опять перестали варить кстати бутылка 05 уважуха сразу видно крафтовики меч миних миних dunkel мелхийский о ну как хорошо она вот сука ну сразу чувствуется крафтовую руку а не масс-маркетную это жёночка это чуть дрожжей то есть это вот прямо крафт крафт это очень хорошо на аромате так тут ничего интересного в чаще он и пересе спереди оригинал пиво темно нефильтрованное не осветленная продай подается при температуре 9 градусов темное пиво с богатым и сложным вкусом мюнхенского солда с чистым лагерным характером кстати зря они вот закрылись насколько я помню пиво у них очень достойно как бы не знаю что ребята так этот розлив 27 августа вот значит в августе они еще варили ну или разливали последнюю партию о эльхаус город пень героев хасана 105 т понятно знаем такое корпус 2p 19 так адрес производства город перим улица пихтовая 11 пихтовая 11 чудо знакомые там есть тут что-то по-моему от пихтовая 11 состав вода питьевая сол пивальный ячменный хмель гранулированный дрожжи пивные ну то есть тоже дают не стали как бы расписывать светлый солод темный жены точнее там прямо женка это вам не бархатное пиво там прямо женка идет что меня очень радует давно я уже не пил такого пива то есть просто написали и члены солодкой так и смотрите у нас 44 градуса на 13 плотности вау даже не 12 даже 13 то есть ну ново пермский пивовар они конечно хороши я надеюсь что они опять возродятся вот какие-то у них были сложные времена и опять начнут варить пивко ну жёночкой пахнет очень приятно мягонько прямо красота на цвет темный чай давайте пробовать ой карбона много а дальше жены кофа как должно быть жёночка просто жены солод что водяниста как-то и все а где же как вы написали сложный там чё-то многогранный вкус с богатым и сложным вкусом мюнхесского солода с чистым лагерным характером чисто лагерный характер я согласен а где сложный богатый вкус то жены солод по плотности 13 плотности нет пиздеж она очень водянистая даже 12 плотности более ярко ощущается чем вот эти написанные 13 то что ну тело очень водянистая вкус тоже кроме жонки и воды я ничего не чувствую стоит все великолепия 95 или 96 рублей на последние деньги купил между прочим но нет это не сложный и не богатый вкус это настолько просто но хотя бы я наконец-то рад что есть жонка потому что я заебался уже пить пиво которое написано темное а там на самом деле этот бархатное пиво до бархатное это темное пиво но меня уже заколебало то что никто не хочет жонки варить варят вот это сладкое полусладкое чайное пиво под названием жигулевская карамельная да тут хотя бы что то есть но слабовато это знаете уровень домашнего пивовара мне кажется это чистенько ровненько да вот с другой стороны тоже ну dunkel dunkel да еще бы чуть чуть более жонки и уже шварц бы был но не знаю спи он потянет спил потянет я конечно же допил потому что регионалы да вот постоянным их опасаемся ругаем и и я бы опасался на такого регионала как новоперский пивоар типа вот эти дефекты санина еще какая-то вот этот тряпки носки моченые вот эти яблоки ровненько но слабоватенько но зато ровненько хотя бы вот без косяков так все что-то я забыл что мне еще надо поговорить про аромат вообще шикарный но вот вкус как-то не знаю насыщенности немножко не хватает плотности хотя и заявлено большая плотность чё-то вот не соответствует по мне так пивное меню на неделю надо еще нам поговорить так что у нас там на следующей неделе на следующей неделе я решил продегустировать мелоди брю кто смотрел я с краффеста выставлял тут все это дело и показывал мелоди брю собственно да блять только с какого феста с ижевского или с екатеринбургского по-моему екатеринбургского феста да вот я выставлял бутылочки четыре штуки я закупил и соси я их там задвинул куда-то и совсем про них забыл я думаю надо их продегустировать это город полевской сверловская область вает ребята вкусно я только у них там и стоял как это получается ижевск нет вы жесткие с этими нет этой в екатеринбурге было потому что вы жесткими я с этими бухал дегустировал нет какой дегустировал губахинскими ну получается в екатеринбурге вот то есть вот эти ребята напоминаю да кто не смотрел видос с выпуском из екатеринбурга с урал краффеста вот вот эти вот ребята мелоди брю продают очень дешево прям я там просто от риса их него русского с перского стал то за я его там выпил до хренища вот еще прикупил не бутылки там что-то бутылки по 100 рублей а там барливайн рис я вот сейчас пересматривал что там еще трипель как трипель то есть там очень интересные и сложные сорта между прочим и очень дешево ребята продают и я хочу дегустировать их но это 4 да то есть нам еще надо 2 наверное опять же не будем дегусти но не получается у меня дегустировать в субботу крым на вот эту бутылочку но седьмую потому что есть еще одно пиво полукрафтовый полу что я даже не понял кто это производит читал читал этикетку так и не понял вот и у него есть еще короче 2 их бутылки то есть пятница суббота этими бутылками будет забита поэтому этого не будет крыма субботу на воскресенье опять же как обычно есть вакантное место для саботажа если царя если у них ничего не появится то будет какой-нибудь рис барливайн вот очень такое крепкая хорошая вкусная я надеюсь вот такие вот дела вторыми видосами ничего не будет следующей неделе будет по одному видосу чувствую вообще по ходу подписчиков на следующей неделе не будет потому что никому это не интересно что я мучил на следующей неделе и по одному видосу и будет вторые видосы если только какие-то новинки выйдут если новинки да они всегда welcome всегда пожалуйста мне недолго мне не сложно будет второй видос а так будет такая скучновато и мне кажется неделя именно для вас для меня нет мне будет это все интересно попробовать продегустировать но на этом не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новости лепила открывайте для себя это дунки лида открывайте для себя новый пивоварни к сожалению эту пивоварню вы уже для себя открыть не сможете они то варят то не варят хрен поймешь вообще вот и увидимся уже в новой неделе одесса минус естественно залповать можно только в легкую вообще покида